противном случае как животные они будут только заниматься тем что наслаждают чувства и поменять сознание можно только с помощью помощь с помощью предных квалифицированных предных по-настоящему квалифицированных есть я видел я видел так или иначе они удовлетворены и и умиротворены они все время повторяют святое имя мы должны знать в чем наша цель жизни у нас должно быть четкое понимание и мы должны прилагать для этого усилия тогда мы сможем развивать наши бабки повторять святое имя может быть я должна поехать на запад обратно на несколько месяцев на 3-4 месяца заработать деньги потом вернуться и жить здесь долго это хорошая идея что вы думаете я думаю если я сосредоточусь на зарабатывании денег я могу очень много заработать за недолгое время наверное это будет хорошо говорит шри лугороды ты можешь посоветоваться же дурани потому что вы обе в одинаковом положении семейные люди а женщины женщины прятные она даст тебе хороший совет и она квалифицированная она разумная и чистая и она не эгоистка она даст тебе правильный совет если есть преданные а вы можете у нас есть проблема потому что у нас нету таких центров как есть у у преданных искона я могу давать советы я могу давать наставление я могу помогать вам развиваться в бактей могу рассказывать харикадху игры кришны это я могу делать но но как ну как жить это вы должны сами решить как поддерживать себя а Она хочет отказаться от занятий тантрой, но она боится получить от своего руководителя Тантрические реакции, она хочет заниматься только Бхакти, но она боится реакций Что, она занимается этим? Да, я занимаюсь этим Я 6 лет уже занимаюсь этой тантрой, и что, у тебя какой-то результат есть? Да, результат, какой результат? Я больше, я избавился от депрессии, я чувствую себя сильным, я могу зарабатывать много денег Очень просто Так зачем ты хочешь отказаться, потому что это против Бхакти? Если ты чувствуешь себя очень сильной, ты можешь зарабатывать деньги Если твоя цель, она... Если твой ум сильный... Да, сейчас мой ум не очень сильный Почему? Может быть я получаю какие-то реакции? А почему реакции? Разве ты плохой, что ты делаешь? Потому что я поклоняюсь полубогам Ты поклоняюсь полубогам Полубогам Калиш или... Полубогам Я не делаю этого, но... Вот тот человек делает Вместо меня За... Мое имя Он ничего не делает Ты... Глупая Дура И он Дурак Он тебя обманывает Он тебя еще более глупой делает Если ты хочешь быть еще более глупой Оставайся с глупцами И они тебя сделают еще более глупой Еще какие-то у тебя вопросы? Все эти тантры, мантры, полубоги Я знаю защиту, чтобы они никогда не приходили Если я просто сделаю хумкару Говорит Шрила Города Они убегут за тысячу миль от меня А что такое хумкара? Вот так просто порычу на них немножко Даже не хумкару, говорит Шрила Города Не хумкару, а Харе Кришна просто скажу Куда бы ты ни пошла Все тебя везде будут обманывать Я тоже тебя обману Все тебя будут обманывать У тех, у кого ты будешь принимать прибежь Почему? Я тебя тоже обману, говорит Шрила Города Но ученица подсказывает Он хорошим образом тебя обманет Пожалуйста, да, обманите меня Соглашайся Чтоб твой ум никуда не убегал Больше Я хочу, чтоб твой ум был направлен на одно На лозочные стопы Шримати Радхарани Столько много разных людей придут к тебе И будут обманывать тебя Неделю назад вы сказали Мне три раза сказали Вам очень нравится Урукрам Что такое Урукрам? Урукрам? Что такое Урукрам? Урукрам? Что такое? Она живет рядом с ним Я не помню Я не помню Три года назад он оскорбил Прималату И еще кого-то Он обманщик, говорит Шрила Города Мне нравятся те, кто не обманщики А те, кто полностью преданы Я не знаю Гопалмантру, Махарадж Ты не знаешь Гопалмантру? Ты получил инициацию? Да И ты не знаешь Это Кришная Говендая О, это Клин Кришная Говендая Это Гопалмантра Хорошо, я знаю ее Ты знаешь ее? Да, знаю Камагай, ты тоже знаешь? Да, знаю Это очень сырой набросок Очень сырой Читание не тебе надо Я пытаюсь Настроение вроде Шрила Города Его говорят Не очень хорошее Я, я, я изменю немножко Потом она говорит Как изменить? Что изменить? Более мягким сделать Они будут обсуждать рисунок Некоторое время Шрила Городев объясняет что-то Но не слышно Что вы думаете о лисах? Шрила Городев вроде как Объясняет настроение Читание Махапрабу О, Кришна, о, Кришна У него должны быть закрыты глаза? Да Спрашивает ученица Все Должна ли я нарисовать ему украшения Украшения золотые Нет, нет У Махапрабу нет украшений Говорит Шрила Городев Совсем нету Наш Шрила Прабхат сказал Что Махапрабу он грехаста У него есть кое-какие украшения Колокольчики Браслеты Кольца Не, ничего нету? Ничего Вроде Городев говорит нету О цветах О цветочных украшениях Что? Цветочные украшения Можно ему Только не искусственные А что значит искусственные? То, что по природе Естественные Естественные цветы Должны украшать его Господь Читани Он выше, чем Нитиананда Или нет? Должна ли я Читанию Махапрабу Изобразить более высоким Чем Нитиананда Немножечко выше? Такого же размера, да? Откуда те ета принесла? им по 14 лет каждый год и по 14 лет они очень прекрасны они очень любящие они премики кришны и их любовь называется рогатмика почему рогатмика они это это предметы называть саргатмика почему потому что в их душе вот и называются рогатмика в ржавасе называется рука рогатмика почему потому что их душа она покрыта рогой покрыта Поэтому они рогатмика. Она моя дочь Шрилы Городев на какую-то ученицу показывает, а вот она моя духовная сестра, сестра, духовная сестра. А это моя дочь, она старшая, а ты старшая. И так гопи называются рогатмика, потому что их душа, она окрашена анурагой. Что значит анурага? Каждую минуту новые и новые чувства любви. Возникают у них в сердце, как волны в океане, кто вверх, кто вниз, новые цвета. Они видят Кришну, поэтому все новыми и новыми способами. По-новому видят, как однажды утром Кришна собирался пасти коров. Каждое утро Он идет пасти коров. Шримадия Радика сказала Лалите и Вишаке, кто это такой? Этот юноша, я его никогда не видела раньше. Как он прекрасен. И она была удивлена его красоте. Я его никогда не видела таким. Я не видела его. Кто он такой? Я живу здесь уже 14 лет, говорит Радика про себя во Варендаване. И никогда его не видела. Что за это Кишор? Юноша. Подросток. Подросток. Я никогда не видела его. Он так играет на флейте замечательно. Я никогда не слышала о такой игре на флейте. И как он стоит, изгибая свое тело в трех местах. В позе трибанга Лалита. Очень красиво выглядит. А Лалита сказала, переспросила, ты разве никогда его не видела? Ну, я видела, что ты уже сидела на коленях у него. У этого подростка. Это называется Анурага. Когда это Анурага? Когда эта Анурага, она развивается до высшего уровня. В сердце тогда такой преданной называется Арагатмка. Кто-то слушает такие игры Арада и Кришны. Кришну с друзьями и его родителями. И отражение этой Раги приходит к ним в сердце. Они тоже хотят попробовать вот эту Рагу. Они хотят служить так же, как эти вечные спутники. Они думают, ой, я должен так служить. И такой человек, он следует одному из них, кого он выбрал. Если он выбрал Субала и Шридама, пытается им следовать во всем, день и ночь, мгновение за мгновением. Все время пасет коров с Кришной. А если он выбрал Ватсалью, Ватсалья следует. Тогда он следует или Нанде, или Ишоде, кому-то одному из них. Любовь мамы Ишода, она более возвышена, чем любовь Нанда Бабы. Те, кто... Если у вас есть интерес, жажда следовать Манжаре, Гопи, с таким, как Лалита, Вишахка, Читра, Чампакалата или Ананга Манжаре, тогда вы будете пытаться, стараться следовать им день и ночь и слушать их описания. Если вы так делаете, таких преданных Рупага с вами называют Рагануга. Те, кто следует Рагат Микабабкам, их называют Рагануга. У них... А если у вас нету вкуса Краги, нету аппетита Краги, нету жажды, чтобы обрести Рагу, если кто-то читает Гиту, Бхагаватам и Пураны и слушает игры Кришны, такие, как о Прохладе Махараджи, Капиладевы и Девахути, и другие игры, расописанные Шриман Бхагаватам до 10-й песни, или с 1 по 9, а 11 и 12 песню, и они видят, что я должен заниматься Бхагаватой своей жизни. Если я не буду это делать, если я не буду так делать, тогда служа своему отцу и матери, служа, выполняя обязанности отца или матери, воспитывая детей, а читая книги ведические, следуя правилам, предписаниям и будучи хорошим человеком, следуя, другими словами, варнаш-рамадхарме, если человек, следуя варнаш-рамадхарме, не служит Кришне, тогда он отправляется в ад. Если он очень сильно упакари, что значит упакари? Относится хорошо к другим, как делает добрые вещи для других, как Харичандра, знаете, как Махарад Сиви, он отдал свою жизнь голубя, пожертвовал голубю, Индре и Индре, бальмике, или додичи, который отдал кости, из его костей была сделана баджра, молния, благодаря которой был убит Бритрасур. О, из него, из живого извлекли кости. Если вы делаете это все, но нету Кришна Бхакти, тогда это как ноль. Вы служите всему миру, но не служите отцу и матери, тогда я не понял, что-то в ад идете. Но если вы служите всему миру, и даже отцу и матери, но не служите Кришне, тогда вы обязательно будете наказаны Ямараджем. Слыша это, человек пугается и пытается делать Бхакти. когда человек начинает делать Арчану Кришне, слышать прохлада Чаритру, Нарада Чаритру. Как Нарада объяснил в Ясе всю свою жизнь. Вы слушаете Шримад Бхагаватам различные учения прохлада у Пакьян, друба у Пакьян. Слушаете о том, как вы хотите, вы с одной целью это делаете, вы хотите быть счастливым в этом мире. Вы хотите красивую жену, вы хотите дворцы, вы хотите разум, Бхагаватам и как он стал в Бхагаватам и вы слушаете о славе предных и вы думаете, я буду заниматься Бхакти. И вы занимаетесь Бхакти, повторяете святые имена, совершаете девять Анг-Бхакти, но вы это делаете только из страха быть наказанным. Это называется Вайди Бхакти. Боясь, слушая наставления Шастер и боясь наказания. Потому что вы знаете, если я не буду заниматься Бхакти, я отправлюсь в ад и не буду счастлив в этом мире. Таково мысли не таких людей, но Рупа и Рагунат и их последователи, их Бхакти не такое. Они слушают игры Рады и Кришны в Абраджи и они развивают жажду. Жажду и они следуют Бхакти благодаря жадности, жажде. И вот эта вот жажда, его чувства называются Рага. В первой шлоке тут объясняется В первой шлоке он объясняет Бхакти Бхакти и это беспричинная милость в форме дождя, в форме потока Читани Махапрабхула. Здесь еще кое-что есть. После Читани Махапрабху После Читани Махапрабху Столько много проявлений Кришны приходило в этот мир, такие как Рама, как Трисимха, Бараха Курма, Параширам, Калки. Все эти инкарнации Кришны приходили. Прохлад Махарадж, Нарада, Яса, Рамануджа, Мадхавачаре. Слышали об этом? Рамануджа, Мадхавачаре. Столько много разных воплощений приходило. Джейдев Гасвами приходил в Эдиапархи, а столько много бах, Джейдев Гасвами в Эдиапархи, Чанди, Дас, но ни один из них не объяснял выше, чем Маккав Читани Махапрабу объяснил. Читани Махапрабу в особенности дал одно кое-что ценное, что никто не давал. И что это? Рамануджа давал служение на Райне на Вайкунхе. Мадхавачаре давал служение Кришне. Но в настроении на Райне, как на Райне. Что-то он добавил до мно. Не так много. Похоже на Вацалию расу настроения. Ним Бодитья Ним Барка они давали Свати Бау в Двараке как муж и жена. Мы служили и они служат Кришне как муж и жене. Рады и Кришне. Но Читани Махапрабу никто не давал Читани Махапрабу Паракия Бау Паракия Бау Паракия Бау двух видов бывает. Не одного вида. Двух. Одно это как Лолита Вишакха Рада и Кришна. А другие их отношения их любовь направлена не на Рада Кришну а на Шримати Радвику настроение Паля Даси Шримати Радвики и это называется Манжари Бауа И Читани Махапрабу пришел чтобы дать это Махапрабу вернулся в свою обитель Бауа Вариндаван только Рупа Госвами остался кто тянул весь мир в сторону этой Паракии оказал влияние на весь мир он встретил Читани Махапрабу в Праяге потом в Джаганархпуре тогда он писал Бахти Расамрита Синду или он написал там Лолита Мадхаву и Читал и сказал не забирай Кришну из Вариндавана не забирай Кришну из Вариндавана все время держи Кришну во Врадже если Кришна отправляется в Двараку он уходит из Врадже мы должны это это прояснить Бог он один по Татве с точки зрения философии нет нет это не философия там нет философии на Вайкунхе и в других священных обителях нет философии что я говорил с точки зрения Татвы Кришна один но с точки зрения расы Кришна Девакинандан или Враджендра Нандан их двое поэтому Враджендра Нандан не должен ехать в Матхуру и Двараку а Радха не должна ехать в Двараку и Матхуру Рукмини и Садьявхама не должна приезжать во Врадж и он написал две книги Медакта Матху я хочу быть в лесу и тогда Читани Махапрабу он пел пел песню на Радхаятре мирскую песню я хочу быть в лесу в лесу Кадамба на берегу реки где приятный ветерок дует благоухающий и это весна все очень красиво и светут лотосы шмели летают и никто нас не видел и тогда мы встречались с тобой свободно хотя нам это было запрещено и я хочу снова встречаться с тобой в том же месте сейчас мы встретились опять весной так же весна сейчас в Санториту все то же самое река деревья Кадамбы но ты я женилась уже на тебе я стала твоей женой твой папа и мама все родственники знают об этом и разрешают но но это уже не так интересно нету новизны я вспоминаю те времена когда мы встречались без разрешения и я хочу вернуть эти времена никто никто тогда нас не видел не слышал но это не это не махапрабон медитировал на это во время рахаятры когда играли каратавы мриданги тысячи людей кричало харибол харибол и некоторые слышали эту сладкую песню читания махапрабу но только никто не понимал что это значит только сварук домодар и еще один мальчик юноша кто это это рупа был он слышал он услышал этот стих он отправился к себе домой то есть сида бакул он где-то рядом там жил с харидасом такуром и он написал стих в байшнавской манере харидас такуром жил там в ситх бакули рупа с вами написал этот стих харидас на пальвом листе харидас такур взял этот стих прочитал и отнес и отнес его читание махапрабу когда читание махапрабу увидел и прочитал он был очень удивлен о кто это написал кто это написал харидас такур сказал это рупа как с вами написал почему где он он сегодня ушел и когда в следующий раз руп читание махапру встретил рупа тих рупа госвами написал я тоже радха а ты тот самый кришна и сейчас мы снова встретились здесь и опять этот весенний месяц в асанта риту мы встретились здесь столько много препятствий но мы не можем погрузиться в то же настроение я не могу служить тебе ты не можешь служить мне ты не можешь раскрасить мои стопы я не могу мы не можем сейчас обмениваться свободно этими чувствами поэтому я хочу забрать тебя во время даван на берег Емуны где лотосы где жужжат шмели дерево кадамбы кукушки кукуют павлины и все погружено в любовь я хочу отправиться туда мое сердце это вриндаба если ты хочешь чтобы ты был в моем сердце ты должен поехать во брендаван и мы сможем там встречаться свободно читание махапарабон услышал это и попросил всех сварук дамадари рай раманан дамамам хамсадут и много других книг бахтира самрита синду все это было в сердце читания махапрабху рупа знал что в сердце читания махапрабху что он хотел проповедовать и дать миру это паракия бхава рогатмика бхава до читания махапрабху рупа госвами не давал ничего это и есть милость речи тани махапрабху она проявилась в книгах и в сердце рупы госвами поэтому мы гордимся что мы называем себя рупанугами мы так удачливы и если у вас есть жадность обрести этого и мы испытать тогда вы должны пытаться следовать этому это махапрабху это мини ну-ка уходи уходи отсюда кого-то шрилу городов прогоняет у меня нету времени ничего здесь уже не будет закончилось все приходите снова ты поняла что-то да поняла что-то немножко у меня есть несколько вопросов мои духовные братья попросили спросить вас посмотрим если вечером будет время говорит шрилу городе все вакунжи ты бриндавандвиласин джанаки с тобой живет а 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 На хинди Шрила города говорит. Её зовут Мула Паракрити. Она распространяла книги Шрила Парапады 25 лет. Где? В Америке. И это... Ещё она перечисляет имена. Ананга Прачарина. Я её видел. Где? Она из Европы. И она тоже сколько-то лет распространяет книги Парапады. А тебя как зовут? Кубджа. Или первое имя её? Кубджа Рани. Ты из Мадхури? Из Дворца Камса Махараджа. Они путешествуют по всему миру, помогая предным установить отношения, развивать отношения, как это в Упади Шамарте написано. У меня очень мало времени. Задавай вопросы. Я получила что-то там от моего брата духовного. Джагадгуру Свами, он со Шридгаром Махараджем. Он сейчас не в Исконе. В Южной Индии он где-то, да? Я получила письмо от Шривы Свами Махараджа, который написал мне, что Рупа и Санатана, они вечные спутники. Господа. Но остальные Госвами не вечные спутники, Господа. Я хочу, чтобы вы объяснили это. Он пишет. Шесть Госвами, они... Только из шести Госвами, только Рупа и Рагунадда с Госвами не вечные спутники. Есть два вида обусловленных живых существ. Сейчас вечные спутники Господа и Нитябаха, или вечно обусловленные в этом материальном мире, дается шанс этим вечно обусловленным душам отправиться обратно к Богу. И когда они возвращаются обратно, нету разницы между этими двумя вечно освобожденными, вечно обусловленными. Когда Кришна появляется, некоторые вечные спутники приходят с Ним, чтобы помогать этой данной инкарнации. А некоторые обусловленные живые существа с обусловленной жизнью, они поднимаются до уровня освобождения. По милости Кришны и по милости спутников Господа. Почему Шрила Свами Махараш говорит, что... А, и Шрила Свами Махараш говорит, что все шесть, они стали освобожденными таким образом. Он сказал, Рупа и Рагунадда, они сразу были освобождены, а остальные стали. Я думаю, говорит Шрила Городев, это было написано только тому, адресовано было тому, кому он написал письмо. Но это было мне в 1968 году. Ты тогда был очень новый, поэтому он так тебе сказал. Но ты посмотри. Шесть Господа. Санатана Госпами, он Лаванга Манжари. Шрила Вишванадхача Краварти Тахур. И Шрила Кришна Даскове, Раджа Госпами, он объясняет в своей книге. Говин Дали Лаврити, Вишванадхача Краварти Тахур, в другой своей книге объясняет. Нишанта Лили. Я приведу тебе пример, что в Нишанта Лили. Он много Лил описывает с их именами. Но в Нишанта Лилу, когда Кришна спит. И Кришна хочет разбудить Шримати Радхарани. В это время, Шримати Радхика, она ему говорит. Слушай, как я пристану в таком виде перед всеми моими садхи? Ты должен украсить меня. Ты должен украсить меня. Ну-ка, украсть меня. Приведи меня в порядок. И меня садхи должны увидеть, что я с вечера не изменилась. Как было аккуратненько уложено, так и сейчас. А у меня сейчас каджила нету. Все. Я растрепанная. Волосы распущены. И поэтому первой приходит Лаванга Манжари. Она приносит золотую поднос. И там лежат Кункума, Чандана, Капур, Камфара. И все подобные вещи, которые Кришна может использовать для того, чтобы украсить и привести в порядок Шримати Радхику. В этой игре Описано Лаванга Манжари. Лаванга Манжари это... Это Санат Магасвами. Таким образом, она вечная спутница. Виласа Манжари это Джива Манжари. Также описано. В Кришна Баванамрике это... И в Говиндали Ламрике это описано. Столько много служений они там уже делают. И раньше делали. Поэтому все наши Гасвами, Гопалбата Гасвами, Гуна Манжари. Некоторые Раса Манжари. Кришнадзорский Рас. Он Кастури Манжари. Эти Гасвами... Это все описано в книгах Гасвами Кавикарнапура. Что они вечные спутники Кришны. Ну почему наш праупат хотел, чтобы мы думали таким образом? Я не уверен. Но он, наверное, боялся, что неквалифицированные личности... Он писал разные вещи. Квалифицированным и неквалифицированным. Это причина. Руб, как смотрите. Кришнадзорский Рас сказал, Руб Арагунах. Он их прославляет подсюда. Он говорит, что он выражает впочтение всем Шисти Гасвами. Он обращается к ним, ко всем Шисти, как к Шикшагуру. И он ясно подчеркивает, что они все освобожденные личности. Иногда в читании Шири Тамрики я объясняю. Я тебе объясню. И в Писании Шрилы Бахтисиданте, Сарашайка Агурея, это показатели. Я знаю, что праупат он думал и учил так же, как вы. Но я не могу понять, почему неквалифицированный человек не может слушать о Шисти Гасвами, что они вечные спутники Господа. Наверное, они не поняли бы это правильно, поэтому он немножко скрыл что-то. Шрила, с вами Махарадж. Я хочу задать вопрос. Давай, давай, задавай вопрос. Ты живешь во время Дамы? Ты можешь в другой день прийти? Сейчас у меня нет особо времени. Тогда приходи в другой день. Ну давай, один маленький вопрос задай сейчас. Близкие спутники Махаправу объясняются Кавикарнафуром и Кришнадасом Кавиразом, как вечные спутники Кришны. Означает ли это, что они прямые инкарнации, они приходят как прямые анкарнации, или приходят их в Шахте Аверши? Может ли быть Санат Магасвами Шахты, Лаванги, Банжари, или он просто первая инкарнация? Я никогда не слышал, как ты говоришь. Так вот, таким образом. То, что они инкарнации. Я никогда не слышал, что вы так кто-то говорил. Сваруб Дамодар, это сама Вишаха в таком облике. Рай Рамананда. Сваруб Дамодар, это сама Лолита в таком облике. Вишаха Рай Рамананда. Кто-то Читра. Никакие Шахты, никакой Шахты Аверши. Они напрямую приходили. Почему ты вообще такой вопрос задаешь? Откуда ты взял это? Зачем ты это выдумываешь? Такие вопросы. Нет, нет, я не выдумывал ничего. Я просто спросил. Потому что... Ты не должен слушать всякого рода вопроса от других. У тебя должна быть вера в Писание Госвами. Не выдумывай ничего. Мой вопрос... Я просто хотел узнать, это написано где-то или нет. Ты видел это где-то, где написано? Зачем же ты задаешь? Я просто задаю вопрос, потому что кто-то мне так сказал. Я хотел подтверждение или отрицание. Этот вопрос вне Сиддханта, говоришь, Ревогороди. Такие вопросы не должны даже возникать. Это моя ошибка, говорит прятный. То, что написали Госвами, это истина со всех точек зрения. Никаких выдумок. То, что Кришнадская вираж Госвами написал, там нету никаких, никакого вымысла. Там только истина. Вы не знаете, как зовут подружек Баладева. У него есть Манжари, у Баладева Прабу? Нам это не нужно знать. Мы должны все выполнять в настроении. Кришны и Рады. Кто-то меня спросил, как зовут подружек Баладева. А что ты будешь с этим делать? Я не знаю, ты хочешь быть в группе Баладева? Мы смотрим, что связано с Кришной, а не с Баладевом. Может быть, говорит прятный, тогда ты должен что-ли в другое место куда-то идти? Я не услышал. Мы в группе Шримати Радхати. Нигде это не написано, я не видел. А, нигде не написано в Шримат Багов там, или еще где-либо. У него нету Манжари, у Баладева Прабу. Только, ну, подружки есть, но имена не указаны. А еще вопрос, можно? Вопрос непонятный. Шримой город, я просил, чтобы ему перевели его. Читание Махапарабу, он показал, как совершать садан и баджин. На примере. И мы должны следовать этому всему. Опять он пытается задать вопрос. Я не понимаю, тоже говорит переводчик сейчас. Почему ты не отвечаешь на этот вопрос? Ответь, ответь на этот вопрос, ты знаешь ответ. Я не могу понять его язык. Чила Гурдев просит свое ученище ответить. И она отвечает. Я не слышу вопроса. ину. Оси стопы.